Замосковная Анна Горечь невыплаканных слез Краем глаза вижу, как сжимаются на руле пальцы Михаила Черным полотном несется мимо лес И единственный свет – отблески фар его Ауди, Ложащиеся на помрачневшее любимое лицо Не понимаю, о ком ты? Стальные нотки в голосе Михаила Выдают раздражение слишком сильное для ошибочного вопроса Это какая-нибудь сотрудница? Сердце разрывается, но я шепчу немеющими губами Твоя жена и дети, которых у тебя якобы нет, тоже как поживают Он кривится, а я тысячный раз говорю себе Какая дура, что поверила, будто красивый молодой человек С зарплатой в полмиллиона может быть свободен Однозначно дура Вот зачем ты все это узнавала? Михаил ударяет по рулю Трудно было не совать нос в чужие дела Чужие? Дыхание перехватывает, я выгибаюсь на сидении Мне тесно, невыносимо рядом с ним Невыносимо осознавать, что он лгал И все его слова любви обман И я трусиха, потому что вместо того, чтобы сразу спросить Села в машину И нелепо надеясь, что все обойдется Ехала целый час Прежде чем выдавила проклятый вопрос Поворачивай Молю я, и слезы подкатывают, но не могут пролиться Поворачивай Не истери Судорожно дергаю кнопку, и в приоткрывшееся окно вырывается ночной воздух Комар ударяет самой нос и уносится на Михаила Я впиваюсь в душащий меня ремень Не истери, кому говорю Косой взгляд Михаила полон ярости Он снова смотрит на дорогу, кусает губу На меня накатывает странная апатия Я обмикаю, смотрю, как золотой свет фар высекает из тьмы искры трепещущих на ветру листочков Стволы, серое полотно дороги с проплешинами заплаток В висок бьет ветер, свистит окрай стекла А мне нечем дышать, и голова разрывается А знаешь, даже хорошо, что ты теперь знаешь Михаил нащупывает сбоку сигареты и вытряхивает одну Сжимая ее уголком губ, глухо продолжает Меньше проблем Давай так Я оплачиваю хату, нижнее белье, платье в месяц, шубу за зиму Ну, там всякие побрякушки на праздники, само собой И недельный отпуск со мной за границей Ну и рестораны, да Если будешь лапочкой, через полгода подарю машину Но только сразу предупреждаю Если забеременеешь, на помощь не рассчитывай У меня официалка двадцать косарей, алименты будут мизерными Господи, как же тошно, как не хочется это слышать Заткнуть бы уши, да не поможет Михаил снова косится на меня и разжигает сигарету прикуривателем Выпустив первую струю дыма, интересуется Согласна Ошарашенно смотрю на него Плюсом десятку в месяц подкидывать, продолжает он И еще, будешь регулярно медосмотры проходить, чтобы я от тебя чего не подцепил Как я не раскусила его раньше Как могла поверить словам о невероятной страсти, любви, желании вечно быть со мной Он же, он же... Давай, Тамар, решай скорее А то что? Бесцветно уточняю я Вроде еще живу, функционирую, мысли крутятся Но такая пустота внутри Так стискивает грудь, что кажется, я кукла, призрак, нечто мертвое И поэтому у меня даже слезы не текут Только холод по всему одеревеневшему телу Ауди резко тормозит Меня чуть дергает вперед А Михаил смотрит на меня Улыбается своей очаровательной улыбкой От которой на гладко выбритых щеках появляются ямочки И ласково обещает А то высажу Невыносимо Рывком открываю дверь Стой, я пошутил Судорожно вдыхаю влажный ночной воздух Ку-ку, ку-ку Долбит по мозгам кукушка Запахи и звуки ночного леса Пытаюсь удержаться за них Чтобы не чувствовать, не видеть перед мысленным взглядом Фотографии из фейсбука Мишиной жены Они обнимаются, целуются На шашлыках с друзьями, под пальмой на море Миша держит на руках так похожего на него мальчишку И гордо улыбается Как же глупо, я надеялась, что это ошибка Что просто похожий человек, но... Но... Поднимаюсь с сиденья Тошно Так тошно, даже физически А Михаил уже передо мной Сжимает мои плечи Твердит Ну успокойся же, успокойся Он сдвигает меня в сторону, притискивает к задней двери Со всеми бывает Его руки тянут подол платья Губы касаются моих губ Язык скользит в рот, а перед моим мысленным взглядом Стоит фотография семейного застолья И Михаил, сейчас жарко прижимающий меня Раздвигающий коленом ноги На этом колене держит дочь А на другом сына И жена, склонив голову Михаилу на плечо Обнимает его и детей Упираюсь руками в широкую грудь Отворачиваюсь, освобождая рот от глубокого поцелуя Михаила зарывается пальцами в волосы у меня на затылке Пытается поймать губы, шепчет Успокойся, просто успокойся У нас есть два дня В гостинице я тебя успокою У тебя жена Ну и что? Я же мужчина, мне надо Как же отвратительно Невыносимо отвратительно Нет-нет-нет Отталкиваю его сильнее Нарастает гул За деревьями вспыхивает свет Через мгновение мимо проносится автомобиль Нас ударяет горячим пыльным воздухом Не дури! Михаил под подолом находит трусы и тянет их вниз Я хочу тебя, слышишь? Хочу прямо сейчас Давай же, ну! Одной рукой он начинает расстегивать ширинку Я так долго этого ждал Давай сейчас закрепим наше перемирие А потом в гостинице еще Кажется, он серьезно Как можно быть такой свиньей? У тебя жена Дети Да что ты заладила? Жена, жена Не твое дело Ухватив меня за плечо, он пытается Развернуть меня спиной к себе Толкает к капоту Давай решим все, как взрослые нормальные люди Ты моя любовница Я твой любовник Все Упираюсь, и он закатывает глаза Ну, давай еще абонемент тебе в спа-салон куплю Но ты цену-то себе слишком не набивай А то позговорчивее найду Что ты так на меня смотришь? Надеялась, больше предложу? Так больше ты не стоишь Ни одна соска не стоит Ладонь обжигает болью И только по этой боли и красноте на его щеке Понимаю, что ударила На эмоциях Его глаза кажутся черными Губы изгибаются От удара меня швыряют в сторону Вместе с щекой обжигают макушку Михаил тянет за волосы Ты что творишь, сучка? Ты... ты... Его перекошенное лицо оказывается перед моим Михаил одергивает меня от машины Щелкнув блокиратором, захлопывая дверцу пассажирского сидения Как хочешь, рычит Михаил Истеричка Сумасшедшая Оттолкнув меня к кустам, он обходит машину Садится на водительское сидение Ауди срывается с места и уносится вдаль Сияя красными огнями Провожаю взглядом этот яростный отблеск Так гадко и пусто, что не сразу понимаю Михаил оставил меня одну без денег и документов На лесной дороге, ночью Точно ледяной душ, обрушивается страх А я прокручиваю в голове сказанное Те фотографии, фотографии счастливой семьи Михаил ведь знал, что я хочу семью Но собирался кормить бессмысленными обещаниями Боже, как в душе пусто Кажется, даже встреча с маньяком сейчас не огорчит В этом странном оцепенении разворачиваюсь назад, к городу Желтоватые отблески его марева Видны над острыми макушками елей Далеко Как хорошо, что босоножки почти и без каблука Ветер крепчает Из-за веса облаков распахивается Выпуская на землю свет луны В глубине застывшей души Теплится надежда, что Михаил вернется И от этого противно Как и отвратительно в своей слабости Будто не в силах сама добраться до города Будто нельзя в случае опасности спрятаться в кустах Впрочем, ни одной машины не проехала Словно никого нет Даже птицы с насекомыми притихли Что вообще-то странно Но мне все равно Иду, считая шаги, чтобы не вспоминать о том Как Михаил ухаживал за мной в офисе О наших совместных обедах О встречах в бассейне Где я любовалась его крепким телом Вспышка белого света озаряет поворот Там что-то трещит Хрип Вскрик Ныряю за куст Из-за поворота на дорогу выскакивает белое пятно Несется на меня Исчезает во тьме набежавшие тени Шелестят деревья Лунный свет вспыхивает вновь На меня бежит белоснежная собака Вся в крови Следом стелятся две серые тени Вскидываю руки, закрываясь «Мимо! Пробеги мимо!» Молю я Зверь взвивается в воздух Летит на меня Огромная распахнутая пасть В лунном свете блестят зубы Смыкаются на запястье От удара в грудь, падая назад Успеваю подумать, что это, наверное, сон Ведь я совсем не чувствую боли Все застилает лунный свет Сотрясающее тело удар по затылку И все пропадает во тьме Ноет затылок Страшно, протяжно И спина Плечи Грудь А вокруг поют птицы Надо мной темно-фиолетовое предрассветное небо И неестественно огромная луна Холодно, как же холодно! И руку... Осторожно поднимаю прокушенную руку Вся в запекшейся, отшелушивающейся крови Следы зубов покрыты корочками Удивительно, какие они аккуратные Думала, всю раздерут И неожиданно я жива Приподнимаюсь Деревья вокруг качаются, закручиваются Но я сажусь и тут же окаменеваю Рядом лежит белокурая девушка С черным кругом на лбу Первый миг кажется она в коричневом платье Рвано прикрывающем кожу Но потом приходит осознание Это запекшаяся кровь Вот девушка Вся из царапана и изгрызена Чуть поотдаль лежит голый мужчина С перегрызенным горлом Грязная нога еще одного Торчит из куста на обочине Осторожно касаюсь пальцев девушки Ледяные Мертва Чья-то оргия кончилась плохо Медленно ложусь на землю Под око фантастической луны Похоже, компания решила повеселиться в лесу Но на них напали дикие собаки Или волки Это настолько невероятно и дико Что просто не верится Холод земли проникает в мышцы Мешает уснуть Провалиться в небытие До появления какой-нибудь машины Должен же кто-нибудь по дороге поехать Увидеть меня и вызвать скорую Небо надо мной все такое же сумрачное А луна? Что за оптический эффект Сделал ее такой огромный? Дышать тяжело Словно неведомая сила выгибает тело Тянет куда-то А виски стискивает боль Расползается каленым обручем Сливается к колбу Лежать невозможно И я приподнимаюсь на локтях Асфальт колет руки Осмотрев свои неподвижные ноги Поднимаю взгляд Но Марьева города над деревьями Не разливается Медленно поворачиваюсь И сзади Марьева нет А ведь еще рано выключать фонари Падала я на спину Значит, город должен быть по направлению ног Медленно встаю Голова кружится Боль пульсирует в затылке Наверное, у меня сотрясение Но если помощь не идет ко мне Придется самой идти к помощи Если бы мне когда-нибудь сказали Что я могу пройти десятки километров Я бы усомнилась Несмотря на регулярные занятия в спортзале Но я иду километр за километром По удивительно безлюдной дороге Местами затянутой туманом Словно в каком-нибудь ужастике И поля с массивами перелесков Выглядят загадочно и страшно Машин нет Не настал ли случаем апокалипсис Эта мысль все чаще меня посещает А потом Потом я вхожу в плотную дымку тумана Он влажно обнимает меня Вижу только пятачок дороги под ногами Шаг за шагом продвигаюсь В молочной белизне Молясь, чтобы на меня не наехала машина О скорейшем возвращении домой О выходе из этого пугающего киселя Туман кончается так же резко, как начался Я выныриваю в теплый воздух Все вокруг залито Холодно-красными лучами рассвета А впереди серым нагромождением В россыпи желтых огоньков Лежит город Оборачиваюсь Туман уползает под деревья Точно живой Это из-за солнца Он просто растворяется из-за солнца Лучи прогревают воздух И крупицы воды оседают на траву Уверяю себя Капельки росы бриллиантами Мерцают на грязной траве обочины На последнем поле перед пригородом Луна обычного размера Едва видна на светлеющем небе И я направляюсь в город Стараясь не думать об этом жутком тумане О трупах на дороге Которые могли померещиться от удара по голове В висках ритмично пульсирует боль Отзывается во лбу А я иду, иду вперед И там, впереди На развилках мостов Носятся автомобили Убегая на трассу Или с нее врываясь в город Туман будто остается в моей голове Все воспринимается урывками Вот я иду по дороге Вот стою на покосившейся остановке Хотя понимаю, что без денег Меня не повезут Но вот я качаюсь На продавленном сидении пазика А мимо бегут городские остановки И с неба смотрит призрачная луна Вот выхожу на остановке И старушка-контролер Придерживая меня за руку Обеспокоенно спрашивает «Ты до дома-то дойдешь? Может, скорую?» «У меня больница рядом» Шепчу каким-то не своим голосом Закрываю глаза И вдруг иду по двору Своего дома Лифт с процарапанной на двери Знаменитой надписью Из трех букв Черная тринадцать На круглом белом ярлычке На двери квартиры Осознание, что ключ от моего дома У Михаила Но запасной есть у соседки Наконец я смотрю На свою заправленную покрывалом Сейфелевой башней постель Бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-пип-бип-бип Звук выдирает из забытья Сквозь жалюзи лезут полосы солнечного света Падают на туалетный столик Рикошетят в кровать Я раздето Сажусь и темные пряди Соскальзывают с плеч на колени Во лбу еще пульсирует боль Но затылок не болит Больше ничего не болит Неужели ночь в лесу и трупы лишь приснились. Но так реалистично. Поднимаю руку и застываю. Белые точечки в местах укуса достаточно ярко выделяются на коже, чтобы их нельзя было списать на игру воображения. Совершенно четкий след укуса собачьей пасти. Или волчьей. Я словно в ужастике про оборотней, нервно усмехаюсь. Но совсем не смешно, вот совершенно. Спускаю ноги с кровати и наступаю на платье. Ткань в темных пятнах засохшей крови. Дыхание перехватывает. Я резко перепрыгиваю через него и несусь в кухню. Нет, этого не может быть. Это можно как-то разумно объяснить. Я могла... могла просто пораниться. Господи, если бы кто только знал, как я хочу получить этому разумное объяснение. Бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип. Снова начинает пиликать старый телефон, который за долгое держание заряда не ушел в утиль, а остался будильником. И если звенит будильник, значит сейчас как минимум понедельник. С Михаилом я уезжала в пятницу вечером. Куда исчезли из памяти два дня. Запускаю пальцы волосы на затылке, ощупываю череп, но ни следа удара. Снова звенит будильник. И еще раз. Для начальницы даже укус оборотня не станет достойной причиной опоздания. Представить объяснительную с таким поводом я вовсе не могу. И тривиальная необходимость идти на работу вытаскивает меня из пучин всей этой мистики. Просто надо спешить в офис. Надо зарабатывать деньги. Потому что даже оборотням нужно есть. А я всего лишь ушибленный на всю голову человек. Мне и подавно следует заботиться о хлебе насущном. Душ, быстрый завтрак почти просроченным йогуртом, макияж, выбор костюма из трех возможных, укладка волос в пучок. Это помогает отложить мысли о страшном на потом. Стараюсь не думать об отсутствующих вещах, шраме на руке и пропущенных памятью днях. Почти вовремя выхожу из квартиры и вставляю запасной ключ. Привычно щелкает замок. Первым меня настигает сладкий запах дешевой туалетной воды. Просто удушающе тошнотворный. «Милочка». Тягучий прокуренный голос приходит вторым. Вытащив ключ, поворачиваюсь. Антонина Петровна, 55 лет от роду, смотрит на меня через грозный прищур густо обведенных глаз. Яркие макияжи, выкрашенные в жгуче черные копна волос, придают ей сходство с ведьмой. «И вам доброго утра». Направляюсь к лестнице, но соседка сверху перегораживает проход телом в ярко-красно-растянутом костюме. Одной рукой сжимает перила, другой упирается в стену. «Милочка, если вы не в курсе, то вынуждена вас просветить. После 11 часов нужно соблюдать тишину. И если вы впредь будете позволять себе так орать и стонать, я напишу заявление, что у вас притон». Надеюсь, у нее были галлюцинации. Или она все придумала. Но у меня мурашки ползут по спине, а лицо холодеет. «Не понимаю, о чем вы. Шагаю к ней в надежде, что Антонина Петровна постранится. Но она стоит шлагбаумом». «Милочка, я не закончила». «Зато я закончила. Дайте мне пройти». «Ты не поняла. Трахайся со своим хахалем в другом месте. А здесь приличный дом». В этот раз маска интеллигентности слетает удивительно быстро. Не знаю, кто наступил на хвост с соседушке, но чтоб этому человеку чихалась и кашлялась. «Дайте пройти». Требую я, но голос подрагивает. «Я только вернулась. В выходные меня дома не было». «Дома ее не было. Хах!» — качает головой Антонина Петровна. «Кто ж концерты в твоей квартире устраивал, если не ты?» Сердце стынет, но я отвечаю почти твердо. «Не знаю. Возможно, кто-то из соседей слишком громко слушал фильмы для взрослых». Поджав ярко-красные губы, Антонина Петровна сверлит меня придирчивым взглядом. Кажется, мысль о фильмах ей в голову не приходила. «Иван!» — опуская руки, цедит она. «Мальчишка один дома остался, пока родители на даче. Так, значит, он английским с репетитором занимается». Проскальзываю мимо, но успеваю преодолеть лишь пять ступеней, когда до Антонины Петровны доходит. «Так его квартира далеко. Я бы не услышала». Бегу вниз, не слушая несущейся в спину угрозой вызвать полицию и просто очень надеюсь, что крики издавала не я, иначе вместо полиции может потребоваться вызвать скорую, психиатрическую. Вырываюсь из подъезда во влажную прохладу улицы. Воздух, с ночи пропитанный ароматами цветов и растений, уже подпорчен запахами выхлопных газов. Привычный городской гул разливается вокруг, принося в трепыхающееся сердце успокоение. Глубоко дыша, уверяю себя. Со мной все хорошо. Вот заберу у Михаила кредитку и посещу врача. Наверняка провал в памяти связан с ударом по затылку. Я просто упала. Еще раз вдохнув и выдохнув, спешу к остановке. А Антонина Петровна причитает о безнравственности молодежи. Поездка в маршрутке только усиливает головную боль и дурное настроение. Как назло, все пассажиры — сильно надушенные любители духоты, вопящие из-за малейшей попытки приоткрыть окно. Вырываюсь из этого смрада, чуть не плача от облегчения. К серому зданию, на третьем этаже которого располагается мое рабочее место, спешат опаздывающие сотрудники. Я вливаюсь в поток людей в темных деловых костюмах и белых рубашках. Стеклянные двери пропускают в холл, в запах потных тел и самого разнообразного парфюма. Привычно, кивнув охраннику, направляюсь к лестнице. Всегда поднимаюсь сама, так лучше для фигуры. Мелькание серых ступеней помогает настроиться на рабочий лад. Выныриваю в длинный коридор с множеством дверей. Этаж гудит, бегают девчонки и женщины с чашками, из курилки выползают жертвы табачного бога. Мой обыденный мир. Наш офис – типовая светлая коробка с восемью заваленными бумагами-столами, с бойлером и столиком, уставленным чашками и печеньями. Резкий синтетический запах клубники ударяет в нос. На столе, возле двери, где трудится беременная Маша, среди бумаг благоухает нарезанный рулет с клубникой. Тёмно-красные кляксы начинки на лезвии ножа мало напоминают кровь, но в памяти до боли резко вырисовываются трупы на дороге. В горле стоит ком, в глазах темнеет. «Тамарик, привет! Дорогу, дорогу по зажителю!» Маша легонько подталкивает меня в спину, и я по широкому проходу направляюсь к своему столу у окна. Следом за ней в офис выносят запах табака Катерина и Наталья. Увы, они сидят рядом со мной каждое утро, начинается не слишком приятно. Сразу приоткрываю окно. Пусть лучше дует в спину. Ещё лучше было бы запустить кондиционер, но Маша наслушалась о нём страшилок, и на любую попытку включить адскую машину убийства ударяется в слёзы. Едва оказавшись за столом, включаю компьютер. Он отзывается тихим урчанием. «Ух ты!» Стоящая у окна Катерина буквально вжимается в стекло. «О-о-о!» Поддерживает её наливавшая чай Наталья. «Что там?» Подрывается Маша. Разворачиваюсь, пытаясь понять, что так заинтересовало коллег. Подозревая, что впечатлили их отнюдь не три чёрных тонированных хаммера, встаю и наклоняюсь к стеклу. Перед зданием пять мужчин в чёрной коже и тёмных очках. Рядом с ними два белоснежных пса, в сверкающих стразами широких ошейниках. «Интересные клиенты!» Катерина завистливо вздыхает. Пятёрка исчезает из виду. Представляю, как возмущается охранник намерением провести собак, но уверена, пропустить придётся. Клиентам с такими тачками в мелочах не отказывают. И никто не посмотрит, что рабочий день не начался, обслужат по полной программе, ведь деньги решают всё. Поворачиваюсь к компьютеру, картинка с розами на рабочем столе желает удачного дня. Скайп выдаёт информацию о пяти сообщениях. Рабочий день начинается, надо только заварить кофе и... В коридоре раздаётся тонкий виск. Что-то разбивается. Хлопают двери. Маша хватается за живот и пятится в угол. В раскрытую дверь суются две белые морды. Тянут носы. Жёлтые глаза следят за мной. Животные вальяжно заходят в кабинет. Теперь пятятся и Наталья с Катериной, а я отталкиваюсь от стола, и кресло катится к окну, щёлкает о подоконник. Следом за животными в офис шагает высоченный мужчина в кожаной одежде. Глава вторая. «Собак уберите!» Бормочет из угла Маша и всхлипывает. «Это волки!» Мужчина направляется к моему столу. «Здесь не место животным!» Поднимаюсь я. Внутри всё напряжено. Звериный запах тревожит, пугает, но и бодрит. Они могут подождать на улице. Мужчина снимает солнечные очки, и я застываю с приоткрытым ртом. Радужка его глаз, такая ярко-жёлтая, что должна навести на мысли о контактных линзах, если бы не ночные видения, если бы не слишком быстро зажившие раны на моей руке, если бы не два выпавших из памяти дня и уверение соседки, что в моей квартире кричали. Он улыбается, обнажая белоснежные зубы со слишком длинными клыками. Белые волки по бокам от него тоже смотрят на меня с каким-то самодовольным оскалом. В коридоре ждут двое амбалов в тёмных очках. «Пошли!» Кивает на дверь мужчина и разворачивается. Сделав несколько шагов, смотрит на меня через плечо. «Пошли!» Кому сказал. «Нет». Тихий рык нарушает гробовую тишину офиса, и в углу снова всхлипывает Маша. «Тамарик, иди с ними, пожалуйста!» лепечет она. «Нет!» Повторяю я. В три громадных шага, оказавшись перед моим столом, мужчина хватает его за угол и отшвыривает в стену вместе с компьютером. С грохотом разлетаются детали, искрит оборванный провод. Инстинктивно хочется прикрыться, но я стою прямо. Цежу. «Нет!» Движение мужчины так стремительно, что осознаю произошедшее, когда уже вишу перекинутое через его плечо. Первые же удары по его спине отзываются болью в кулаках. Изгибаюсь и впиваюсь ногтями в его лицо, в глаз. Взвыв, мужчина дёргается в сторону. Давлю пальцами сильнее, и он отрывает мою руку от глазницы, стискивает запястье до хруста. Не хватает дыхания закричать, но успеваю вцепиться в дверной косяк. Ужас придаёт силы, дерево хрустит под ногтями. «Прекрати!» Мужчина дёргается, пытаясь протащить меня в проём. Калачу ногами, выкручиваю его руку, извиваюсь. Хватка на запястье ослабевает, и я вцепляюсь в косяк второй рукой. Из горла вырывается вопль. «Луны князь будет недоволен», – бормочет Амбал. «Она моя!» – отзывается похититель и крепко стискивает мои ноги. Снова вцепляюсь ногтями в его глаз. Он отпускает мои ноги, я ныряю вперёд, почти соскальзываю с плеча. Совсем близко стол Маши. Нож. Тянусь. Хватаю рукоятку. Волки рычат. Стиснув нож обеими руками, всаживаю его в поясницу похитителя. Лезвие пробивает пиджак и на несколько сантиметров погружается в плоть. Запах крови. Крик. И я лечу головой в пол. Плечо горит. Жар разливается на шею, стекает на грудь. Он просачивается в плоть, вонзается, вгрызается. Не могу пошевелиться. Этот жар, тьма, он проникает в меня через плечо, пытается захватить тело, но я не хочу, не хочу, нет. Не могу пошевелиться, но будто бьюсь, в невидимых путах беззвучно кричу, не смей. Я не хочу, чтобы что-то вползало в меня, не позволю. Представляю, как плоть выталкивает это нечто, сжимается, не пропуская внутрь. Судорожно вздохнув, открываю глаза. Почти все узкое окно занимает огромная луна, и лишь краешек, темно-фиолетовое небо. Плечо горит. Руки немеют, они вывернуты вверх. Стоит ими шевельнуть, что-то тихо звякает, и по мышцам бегут противные иголочки проходящего онемения. Запрокидываю голову. Запястья прикованы к металлическим прутьям изголовья полуторной кровати. Звенья наручников в ярком лунном свете мерцают серебром. И как же мерзко колют руки. Даже дышать невозможно. Малейший толчок отзывается таким фейерверком ощущений, что невольно зажмуриваюсь. Чтобы скорее закончилась пытка, шевелю пальцами. Как же щекотно. Как судорожно стягивает жилы. Разбегаются новые волны щекотно-тревожных ощущений. Плечо болит. Наконец, кровоток восстанавливается, и я продолжаю оценивать положение. Похоже, под одеялом я голая. Ноги не скованы, но не рискую сбрасывать его с себя. Не хочется перед похитителями сразу предстать обнаженной. Скашиваю взгляд на ноющее плечо. Кожа покраснела и припухла. Кажется, там проколы или прокус. Осторожно потираюсь подбородком о ключицу, шершава и больно. На плече рана, и она не спешит заживать, как укус на руке. Запрокинув голову, высматриваю следы зубов на коже. В лунном свете они кажутся ярче. Проклятие, во что я впуталась? Какого, а? Вдохнув и выдохнув несколько раз, осматриваю комнату. Странное в ней, только слишком узкое и высокое окно. Оформлена она то ли в ретро-стиле, то ли в винтажном. Не уверена, что есть разница, но изголовье кровати кованное с маковками на столбиках, одеяло стеганное, стены словно обиты мореными досками. Комод у стены нарочито обшарпанный, кресло тоже какое-то несовременное на вид. И под потолком лампочка Ильича, а я такие в магазине видела с пометкой «винтаж». Ну и дверь массивная, не то что современные офисные дощечки. Для сходства с деревенским домиком не хватает плетеных ковриков и нормального маленького квадратного окна. И печки. Теперь, когда осмотр окончен и мозг освобожден от изучения обстановки, внутренности начинают скручивать страхом. Где я? Что со мной сделали и сделают? Сердце колотится где-то в горле, но я стараюсь дышать ровно. Паника — мой враг. Только в спокойном состоянии я могу найти выход, если таковой имеется. А вот последнее выкинуть из головы. Даже если вас сожрали, у вас два выхода. Дышать глубоко удается с трудом, но необходимость усилий помогает давить страх. Руки дрожат так, что наручники позвякивают опрутья. И ноги дрожат, подергиваются. Как же страшно. Проблемы с Михаилом вдруг кажутся смехотворными. Сейчас бы к нему в машину и умчаться далеко. Если все повторить, я бы к нему не села. Или не сделала бы такой глупости, как разборки на дороге, или... Да неважно. Хочется просто исчезнуть отсюда. Вот бы это оказалось просто сном. Плечо отзывается чередой вспышек боли. Стеснув зубы, пытаюсь дышать. Слезы застилают все. Луна размывается, но вдруг ее перекрывает тень. «Успокойся», — приказывает мужчина. «Ты дома?» «В безопасности». Дергаюсь. Звякают наручники. «В безопасности. Ага». Хохот колючими волнами вырывается из груди. Пытаюсь его сдержать, но куда там? Смеюсь и плачу. Матрас проминается под чужим телом. На меня надвигается тень. Теплые пальцы утирают слезы. От страха те пересыхают, и, моргнув, я вижу прямо перед собой мерцающие желтые глаза зверя на резком человеческом лице. Пахнет мужчина тоже как-то по-звериному. Не противно, но опасно. «Так-то лучше», — говорит тот, которого я недавно пырнула ножом. «Осталось сделать один шаг, принять метку, и тогда никто не посмеет тебя обидеть». Секунду обдумываю, вторую, третью, но не понимаю. Зато осознаю, что как минимум торс у этого громилы обнажен. Он наклоняет голову и практически тыкается плечом мне в губы. Требует. «Кусай». Его кожа натягивается на напряженных мышцах, источает хищный запах. От страха меня начинает колотить. Зубы постукивают. «А не пошел бы ты, извращенец, далеким лесом. Ты хоть знаешь, сколько заболеваний передается через кровь? Откуда я знаю, чем ты болеешь?» «Я здоров», взвивается мужчина. «И да, он вообще весь голый. Извращенец». «И что мне делать? Что?» «Не была бы привязана, треснула бы его в пах. Но это слишком рискованно. Оно как убьет со злости. Что делать? Что делать?» Извращенец снова надвигается на меня, сверкает желтыми глазами. «Кусать будешь?» «Нет». Логично сначала усыпить бдительность, а потом внезапно бить. Разум требует поступать так, но эмоции протестуют. Внутри все горит от гнева. Как он посмел меня похитить и связать? Я не игрушка. Нога невольно дергается от желания ударить, я с трудом сдерживаюсь. Упрямая малышка. Ухмыляется извращенец и тянет одеяло. Теплая ткань частично сползает с меня, воздух холодит кожу. Гадко валяться голый и беспомощный перед незнакомым мудаком, даже если он симпатичный. Придется тебя усмирить самым древним способом. Ухмылка становится шире, он смотрит на мою грудь, сожжавшимися от холода сосками, и полностью срывает одеяло. Поджимаю ноги, пытаясь хоть ими прикрыться. Бросаю короткий взгляд на пах похитителя. У него стоит. Нет, больше не могу. Со всей дури пинаю его по торчащему достоинству. Пискнув, мужик хватается за свое сокровище, шумно втягивает воздух и даже вроде слегка краснеет, но не валится со слезами на глазах, не корчится от боли. Малышка, в звериной форме я бегаю по сухостою и ссу на колючки. У меня яйца не такие нежные, как у людей. Как не нравится это у людей, просто режет, оправдывая самые страшные страхи, признаться, в которых боюсь. Мда, а нос у него тоже не нежный. Со всей силы легаю его в лицо, пяткой чувствую, как надламывается хрящ. Похититель отлетает в изножье, разбрызгивая по простыне кровь. Не удержавшись на краю, валится назад и звонко ударяется о низкий подоконник затылком. Стонет. Рефлекторно дергаясь, тяжело дышу. Наручники позвякивают, похититель опять стонет, взмахивает рукой. Ну точно меня убьет, надо сматываться. От ужаса неожиданно ловко переваливаюсь через кованное изголовье кровати, тяну наручники. Изголовье стоит в тени, не разглядеть, оно сваренное целиком или скрученное, хотя у меня нет отвертки, чтобы его раскрутить, да и руки теперь перекрещены из-за наручников. Оглядываюсь на дверь, интересно, кровать боком пройдет, надо попробовать. Ухватив верхнюю перекладину изголовья, тяну за собой кровать. Тяжеленная, мышцы ноют от напряжения, и тут похититель начинает вставать. Его перекошенное лицо залито кровью, глаза горят так, что, кажется, источают фосфорное свечение. Мне конец. Вцепившись в перекладину изголовья, упираюсь ногами в холодный деревянный пол и толкаю, толкаю, толкаю кровать на желтоглазого. Она проскальзывает по гладким доскам и железной рамой основы впечатывается в пах мужика, притискивая его к стене. Мужик воет, а я давлю. Он пытается просунуть руки под раму, чтобы оттолкнуть, но расстояние между ней и стеной слишком маленькое для его лапищ. Они то и дело проскальзывают по простыне и матрацу, вспарывая ткань выросшими когтями. «Мама! А-а-а!» Ору в ужасе и начинаю всем телом биться об изголовье, чтобы задавить чудовище. И он орет. Его руки искажаются, покрываются шерстью, лысеют и снова обрастают шерстью. Лицо вытягивается и сплющивается. Мое плечо окатывает раскаленным жаром, но я изо всех сил долблю кровать. И тут чьи-то руки обхватывают меня и тянут назад. На кровать впрыгивает белая волчица и страшно оскалив клыки, рычит на меня. Чьи-то еще мускулистые руки появляются сбоку и тянут койку от подвывающего мужика в крови. Тот отползает в сторону, зажимая якобы нечувствительный пах, сипло жалуется. «Что с ней такое? Почему она меня ударила?» Меня вместе с кроватью тянут от него. Хочу крикнуть, чтобы меня отпустили, но затылок обжигает болью. Плечо опять горит, но на этот раз нечто чужое пытается проползти осторожно. Меня передергивает, но шелохнуться не могу. Я вся стянута, укутана в паутину. Ужасы и отвращения нарастают, плечо обжигает так яростно, что по телу пробегает судорога. Схлипнув, открываю глаза. Деревянный потолок, залитый холодным светом луны. Руки вдоль тела. Не шевельнуться. Опускаю взгляд. Я в прежней комнате и... Да я вся замотана, как мумия. И к кровати пристегнута семью широкими ремнями. На этот раз пеленали основательно. Хорошо, хоть кляп не вставили. Со всей силы напрягаю ноги, пытаясь их приподнять и подтолкнуть к краю постели, но замотана так плотно, что даже на сантиметры не сдвигаюсь. Пытаюсь, напрягаю мышцы, бестолку. Замираю. В животе холодным вихрем нарастает паника. Клаустрофобия никогда не страдала, но эти мумийные путы порождают животный неконтролируемый страх. Нужно отвлечься, иначе скачусь в истерику. Пытаюсь сосредоточиться на огромной луне, но страх нарастает. Почему она такая большая? Зубы начинают постукивать. Сейчас та же ночь, что и тогда, когда я избила похитителя, и как он собирается отомстить. В горячем тесном коконе меня сотрясает дрожь. Думая о луне, приказываю себе, потому что это самый яркий элемент окружения, на ней легче сосредоточиться. Она такая яркая и заглядывает в окно. На холодном серебре диска возникает черный силуэт руки с острыми когтями. Они выписывают на стекле замысловатый узор, оставляя после себя серебристые угасающие рощерки. Щелк! Звучит оглушительно. Ёкает сердце. Окошко отворяется рамой внутрь. На меня накатывает прохладный влажный воздух. В комнату проскальзывает черная фигура. «Не бойся, мы тебя спасем», обещает хриплым шепотом. «Ну, надеюсь, очень домой хочется». Редактор субтитров А.Семкин»